Министерство обороны РФ создает творческие бригады. Мобилизованные циркачи, певцы и актеры будут поднимать боевой дух армии на передовой. Америка не одобряет украинских операций внутри России. Белый дом заявил, что эскалация конфликта в Украине не в их интересах. Бойцов «Вагнера» приравняют к военнослужащим. Причина – жалоба Евгения Пригожина на администрацию Санкт-Петербурга. Там отказались хоронить заключенного, воевавшего на Украине, на местной аллее славы. В Госдуме России предлагают сажать «иноагентов» на пять лет. Такое наказание может наступить, если человека дважды привлекали по статье как «иноагента». Европа установила ограничение цены на российский газ. Раньше так сделали с нефтью. В Кремле назвали новый механизм атакой на рыночный процесс. FIFA отказала Зеленскому, который хотел сделать послание на финале чемпионата мира по футболу, CNN пишет, что причина неизвестна, но переговоры еще якобы идут. «Большая семерка» готова дать Украине больше ПВО. По мнению политиков, удары по гражданской инфраструктуре Украины – военные преступления. «Нокия» и «Эриксон» уходят из России. Это приведет к перебоям со связью и проблемам с оборудованием, ведь компании владеют почти половиной базовых станций в стране. Авария на космической станции «Союзсерьезная». Роскосмос боится, что после утечки в одном из отсеков приборы на корабле могут выйти из строя. Самолеты РФ могут летать за рубеж несмотря на санкции. Как пишет «Коммерсант», через полгода авиакомпании смогли вернуть к перевозкам более 200 бортов. Их вывели из реестра Бермудских островов и зарегистрировали в РФ. Азербайджан спасает Украину. В Киев и с Баку отправили 50 генераторов и трансформаторов. Скоро приедет вторая партия помощи.